всем привет друзья с вами Влад Шароков это мой достаточный длинный подкаст под названием из маленького города большой я буду рассказывать про переезд в Москве когда это было переехал в Москву я 5 лет назад из маленького города оттуда где живет Геннадий Горин всеми любимый талантливый блогер так что это город Орел тут напоминает 360 километров от Москвы находится недалеко где-то 4 часа езды вот в общем как-то было помню приехал я в Москву никого не знал у меня огромный чемодан как у всех провинциалов такой на все случаи жизни так называется остановился я в каком-то хостеле чтобы просто переночевать и в итоге у меня сел телефон я не мог найти этот хостел но как-то постучал в окно а нашел адрес я помню еще что первое увидел в Москве это Кришна и вы представляете какого стоящего а сперва у Каша который мне хотел дать денег предлагал пиво в метро и дать денег это первое впечатление в Москве я просто вышел с Курского вокзала с чемоданом в итоге собственно я нашел какой-то хостел там поселился помню еще сел телефон он выключился когда я уже подходил к нему но сперва я звонил в один получается тот он был занят но самое главное что я как бы не растерялся и нашел в общем дорогу поселился я на Красных Воротах на Новый Басманный там за зданием РЖД очень знаю хорошо этот район долго там на самом деле жил где-то полгода может месяца в семь было здорово и работал я тогда по моему барменом да барменом и ну чтобы на жизнь как бы хватало ничего не знал никого не знал я помню что еще я так был увлечен спортом бросил курить перед приездом получается был у меня еще ноутбук какой-то старый фотоаппарат а да я приезжал с фотоаппаратом Canon D600 так вот на стадии значит Canon D600 у меня в руках огромный чемодан я приехал в Москву на покорить ну то есть приехал свою мечту два часа ночи никого не знаю садовое кольцо какой-то конечно стоит и поет песни но я конечно офигел потому что в маленьком городе у нас такого нет там вообще людей в принципе мало а тут огромный поток людей просто колоссальный но я как бы к этому стремился в принципе и стоит ну вот эта свобода меня всегда поражало еще несколько месяцев после что люди как бы ходят по улицам они там себя ведут очень свободно и свободолюбиво то есть никто никого не коситься как-то все но мне показалось очень свободно может это какое-то мое восприятие которое внутри где-то лежало я помню часто ходил в сад Баумана и и получается я там сидел слушал музыку ну а что делать еще со скуки работал в баре в баре в баре кстати не с кем не общался мало с кем какой-то был знаете чересчур что ли ну как будто амбиции такие приезжались когда ты приезжаешь из своего города там тебя все знают в принципе не есть какое-то движение ну то есть это то есть город плюс меня еще знали потому что я там шумел неплохо и с блогом тоже в 16 лет когда я ввел свой блог он такой был достаточно идиотский и отвратительный что потом каким-то обзорчиком попал меня обосрали и в итоге ну то есть в городе меня многие знали в принципе не то что осуждали еще что-то ну так лицо знали все почти ну и знали уже естественно то есть сельская звезда так сказать и в общем когда я приехал в Москву тут почувствую какой-то зажатость что ли такие большие здания все еще никого не знаешь и я немножко такой скромный что скромный мальчишка ни с кем особо не общался ну вот дом работа там я прожил в этом успеем помню после того как отработать смену в баре на Лубянке я работал в маленьком баре там с ребятами познакомился с мамочкой чуваки ну было весело и администратор очень прикольно а потом ушла и застал да вот такая знаете ностальгия помню что было 5 лет назад я еще помню там был период что корпоратива что-то отмечает и я такой стою жду ребят а вокруг садовое кольцо это получается новая площадь и как-то да новая площадь от дальнего банки возле метро и прям садовое кольцо и едут получается мотоциклисты а я всю жизнь хотел мотоцикл и такой думаю блин как бы здорово если бы я когда-нибудь рассекал на мотоцикле прям по садовому кольцо это моя до сих пор мечта какой-то внутри ну что потихоньку обосновался как-то много где жил больше не жил много где было разное в жизни ну вот приезд такой запомнил чемодан потом весь развалился я помню снимал даже с ребятами с узбеками там лишь бы где-то спать было друг один такой европеец хотя сам родом но он не помогал в общем приходилось жить в разных местах я еще помню в хостеле такой был случай как чувак кто-то идет в туалет открывает и там 30 человек живут в одушке да а в трешке 30 человек живут причем центр у нас такой самый отвратительный самый дешевый хостел в принципе чисто там не пускают алкоголь как наркоман и прочее ну и суть в том как-то я просыпаюсь и собственно просыпается человек идет в туалет а там закрыт чувак и получается он сдох от передоза представляете вот такая вот история я помню ухожу на работу а не мешайте на работу до одевался и там жмур валяется на полу да это было жестко уже самое жесткое наверное ну и не то что блеванул там еще чуть просто немножко офигел увидел что жмур лежит сам пошел на работу мне очень нравилось ходить потому что там но пройти пешком клип плюс центра он любил по висницкой это было конечно каждый день как потрясающий кайф кстати попал на тот же район с подружкой тусовался с одной души не тусовался но не суть чем она там живет и знаете спустя время я попадаю на тот же район только через четыре дома и живу с ней такая ностальгия у меня конечно была новая басмарная красная сеть да это было прикольно прикольно такой знаете резонанс когда я жил в хостеле где-то бичовне и потом уже в нормальной квартире там с тайной какие-то ну не заряженные но более-менее не холупа это был конечно весомый резонанс ну и так прикольно как люди живут вообще там конечно центр совсем другое заряжает по-другому что-то мою как-то провинциальная мечта если вы тоже исправимся наверное поймете меня не знаю но какой-то свой своеобразный я помню еще в этом баре я особо нифига не получала там тысячи двадцать двадцать пять до москвы но это смешные какие-то цифры потому что типа даже с собой не снимешь на комнату вот ну чесноком-то такой и все ну тяжело вообще такое впечатление было потом постепенно постепенно все пошло поехали помню мне сломался ноутбук который лежал в чемодане я его открыл и там пополам макбука я резко готовился к москве купить ноутбук такая вот история он лежал я постоянно думал что его спиздят и поэтому он сегодня доставался и полагал на чемодан чемодан такой как бы в аэропорту здоровый я уже помню зачем же он мне нужен все вещи которые там были все я потерял потом потом уже с годами я понимаю что вещи это ничего не стоит стараюсь максимально к вещам не быть привыкшим но иногда мне приходится у меня много вещей сейчас потому что студия это своя мне нужно оборудование я стараюсь вот много объективов но я стараюсь их продать неверно потому что ну ни к чему столько оборудования это лишнее одно дело когда славка от себя от себя легче а так тяжеловато просто вот по мере необходимости оборудование то что мне нужно для каких-то своих целей для своего блога чтобы делать все качественно комфортно все чувства раз есть социальное положение ну не то что какие-то деньги есть почему бы не осуществить мечту я помню когда еще приезжал в Москву я хотел допустим тоже звуковую карту или компьютер но компьютер я вот купил этот маленький аэр сломался но я хотел там редачить мне не нужен был особо компьютер не для понтов то что в программе обрабатывать я все время хотел фоткать фотографировал не научился обработки может из-за своей усидчивости но потом кстати спустя годами начала девочка там фотограф с ним только я его такой болела ну само как-то все происходило но тем временем сейчас сейчас я один не хорошо одному иногда грустно грусти отлили на самом деле но я рад что я могла заниматься очень творчеством конечно тут целый уголок типа в студии просто небо и земля целая мысль входит в порядок ну на самом деле жить с ней сейчас понимаешь